Доброе утро, ребятки, в Загребе. Смотрите, Загреб спит. Вот тут розовенький док. Мы там жили, покинули его. Смотрите, папир, стакло, пластика. Мусор. Вот цветет вот это вот розовое дерево. Площадка. Посмотрите, как в Союзе. Облудеть. Лишнее это стакло. Вот оно, смотрите. Вот это красное, многое. Идем в центр. Еще 2 километра идти прямо до самого центра центра. Молим, причекайте. Это, нажмите, пожалуйста. А вон там написано, о, преж, трамвай. Осторожно, трамвай. Хе, обалденно. Вот мы здесь стоим. Макдональдс. Я делаю фошли, это я уже, наверное, месяц не хожу в Макдональдс. Больше не буду. Как я говорю, было бы. Так, идем в центр. Дальше. Офигеть, смотрите, тут написано гаража, тут написано мясника. Климатизирано. Как здоровье. Кухня шунка. Я шутил. Чего неделя 27-го. Денького не родимо. Ну. Сретан узк. Обалденно. Да, ребятки, совсем забыл Фрой Остан. Пустынные улицы Загреба в воскресенье, в Пасху. С утра в 7. Представляете, смотрите, как солнце заднее во всю Ивановскую. Та-да. Пойдем вот по такой улочке. Офигеть, ну то, что аптека у них лекарня называется, а тут еще такой слоган. Ваше здравие. Офигеть. В здание пошли. Куда? Поворачивай. Идем дальше прямо пока. Пешачка зона, зона пешочка. Офигеть, я хочу. Ребятки, смотрите, кстати, площадь хорватских великанов. Вот они два. Здание. Хорватско-народная банка. А там не знаю, что это. У-у-у. Ага. Вот, это Европа флаг и флаг Хорватии. А вот флаг сзади Хорватии и флаг Загреба. А там еще что-то. Вон, на театр похоже. Так. Красиво. И мы идем дальше. Э, ребята, мне это снимать надо было. Мы переходим в светофор, я говорю, сфотографируюсь. Подходит мужик. От него алкоголем разит. Он бухал всю ночь. Говорит, о, вы делаете с утра фотографии. Мы, да. И странно, Маша не резко ему ответила, а просто дружелюбно начала с ним общаться. Это она обычно, типа, нигде не мешает ей, что-то при холодно так ответит и идем дальше. Тут она начинает с ним общаться. Он, чувак, говорит, а сейчас сколько время? Он говорит, говорите по-английски, да. Сколько время? Говорит, семь. Вы в семь утра приехали фотографировать этот? Мы такие, ну, вообще-то мы вчера на машине приехали, сегодня гуляем. Он говорит, а вы откуда? Вы из Германии. Он, о, ich komme aus Deutschland. Мы такие, да, да, мы приехали. А? Германия. Ну, ну, говорит, да, да, мы приехали из Германии. Он говорит, ich mochte Zagreb sehen. Что? Я говорю, sehen? Ну, я, я, same. Ну, и, короче, туда-сюда. Говорит, куда следующий путь? Мы, говорим, в Любляну. Он говорит, о, круто там туда-сюда. Маша говорит, потом мы еще и в Австрию поедем кататься. А, говорит, а я из Испании. Ну, Маруся ему, ты, говорит, а я испанюль? Он говорит, си, си, и они начали на испанском болтать. Он нам пожелал отличного дня. Auf Wiedersehen еще несколько раз кричал на немецком. И, короче, ушел. Вот так вот встречает нас в Загребе. Я в шоке. Ну, ну, тут надо же, ребята, найти в 7 утра на Пасху в Загребе пьяного испанца, говорящего на немецком. Это что-то. Так, вот такая улась. Я вам пока покажу. Светофор уже зеленый. И мы пошли. О, ребятошки, смотрите. Парк Звиньевач. Звиньевач. Фонтаны. О, какой это, смотрится, Европа и Хорватия. О, бразильский флаг. Да. О, какой дуб-колдун. Смотри. Фонтаны, да? Это... А, платан. Я думаю, фонтан, да, да, фонтан. Вот как. Вот еще какое-то, это правительственные какие-то, может, маленькие здания. И тут еще фонтан. А, их три штуки. Два маленьких, большой посередине здесь также. И беседка. Всем беседкам беседка. Класс. Идем туда. Ребят, смотрите, я бы там сфотографировался, честное слово. Но это туалет. Это явно туалет. Смотрите, как обалденно. У-ху. Так что, пошел я отсюда. Красиво. Блин, взяли и испортили. Вот цветочки, смотрите, замерзли. О, я эти знаю, белые и красные. Такие в Казахстане тоже росли. Как они называются? Обалдеть! А им пофиг на зиму. Вот поэтому они их высадили. О, тюльпаны будут посередине, смотри, сейчас будут распускаться скоро. Класс. А это что такое? Тут должно быть написано. Пляса, ну, палас. Отель? Нифига себе. Вот это, нет. Пляса, хорватская академия знанности и умеетности Загреба. Короче, какой-то хорватская академия знатности и знаний и умений. Что это такое? Может быть, на русский аналог, Марусь? Знаний и умений Академии Загребской. Идем дальше. Машинки поехали уже. Угу. О, бегите, смотрите, Штросмайер. Австро-венгерский монарх какой-то этот, который, ну, что-то с церковью связано. Видите, какие Сережка вещи знает. Дайте, потому что он только что в Википедии прочитал. Кайф. А мы идем дальше. Вот, всякие прикольные. Скажи, подождите, мне кто-то что-то тут написал. А, меня, тетя, я поздравил твой Осталь. Вернее, ответил на мое сообщение вот так. Я всех поздравил, а теперь сейчас начну тоже поздравления посылать. Идем. Та-да-да-да, два таких огромных здания. Паляс-отель и еще какой-то, смотрите, магнолия какая. У-у-у. Класс. Народ, ну, просыпается. Цветочки опять. А мы идем дальше прямо. Спектр путования. Это райзебюро. Это слово путь. О-о-о. Это что? А это театр, я думаю. Похоже. Что это? Класс. Идем туда. Видите, насколько малины правильные. Красные светофоры не стоят. Мужик местный пошел на красный. Офигеть. Вон там какая-то площадь. Каллодор. О, это вокзал Каллодор, это я знаю. Главный Каллодор. Офигеть. Короля? Площадь Короля Томислава. О, какая у него площадь, у этого короля. А ее работы там и ведутся. Ее асфальт кладут. А мы идем сейчас к вокзалу. Там. О, мужик наконец с памятником. Сейчас с другой стороны покажем. Речка, смотрите. Деревья, лавочки, цветочки. Круто. Мне нравится Загреб. Обалдеть. Ну и вот он, собственно говоря, ребятки, главный Каллодвор. Все по-хорватски. Вокзал есть. Вот. Сейчас пойдем туда. Вот девочка тоже турист. Ходит, фотографирует. Не мы одни такие, сутричка. Фу. Ю-ху. Идем. Смотрите, тюльпанчики. Тюльпа... Э, куда? Вот. Будут еще. И такая площадь с фонтаном. Вокруг зеленые деревья, которые распускаются. Кстати. О! Это мне мама вчера спрашивала, а зелена все? Я говорю, да ни хрена зелена нет. На озерах-то не было зелени. Там высоко холодно. Ну а здесь все, смотри, почечки, все зеленое уже. Класс! Отель Esplanade. Очень дорогой, очень хороший отель. О! Я только камеру повернул, хотел снять, он выключился. А я себе камеру беру, он включится? Обиделся, видимо, говорит, не снимай меня, сережка. Так. Вот у нас такие вот здания. И мы идем дальше туда. О, смотрите, белый цветочек. Это как это, Эйва из Аватара. Что, это Сакура белая? Нет, это не Магнолия, я же говорил. Вот, написано, смотрите, чистота Загреб на мусорках. Чистака. Чистака? Обалдеть. Офигеть этот белый цветочек. Короче, пошел исследовать, что это. Это реально Эйва из Аватара. О, как. Это маленький, как, знаешь, вот, как яблочки, типа такого. Вишня такая, круто. Это, кстати, ботанический сад. Вот написано. Афета Арбретум Полье. Что, какое-то поле, и, как-то убежишь, что поле. Обалдеть, смотрите, какой он, желудок, белый этот, дерево. Ого. А что это написано? Знаешь, что это, может, написано? Араре... Арборетум, я нихрена... Да, тоже Арборетум Полье 23. Что это? Ну да. Окей. А он что? А, ну, сегодня Пасха закрыта. Во, какое здание. Сейчас туда иду. Офигеть, я только что перешел в пешеходный переход. Мало того, что машина остановилась, трамвай остановился, не поверите. Мне первый раз трамвай дорогу уступил. Во! Туда, 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 сюда. А это что такое, Морозь? А что, когда картина написана? О, совы, смотри, какие. О! Ну да, Академия Сельсова. Да, да, сейчас мы, если что, узнаем, скажем, что это. Вот памятник, и написано, что он археолог Дон Фран Булик. Или Булик. Так, вот сейчас это задняя... О, какая черная овчарка, смотри. О! А знаешь, когда я последнюю черную овчарку видел? А я видел, у меня... У нас жил Рольф во дворе. Черно не было. Уу, такой огромный птина. Хотя еще маленький был. Так, а мы идем на другую сторону посмотреть центральный вход. Что это за археология у нас такая? Хорватский Државный архив. Ну, короче, архив древности. Вот что это. Класс. А мы идем вот здесь тоже. Мужик, смотрите, мячик кидает своей черной собачке. О, это лабрадорчик. Ну кинь, давай, собака бегать хочет. О, как-то она медленно бегает. У меня грант носился, он все, пятки счесывал. Так, идем прямо дальше. Вот театр. А это гимнастический центр. Обалдеть. Так, идем. Вот много всяких таких зданий. Вот такое же здание, вот это театр. Вот площадь какая-то. И идем. Цветочки синие, цветочки желтые. Вот мы обошли театр. Посмотрим на него спереди. Какой он огромный, ну и какой красивый. Обалдеть. О, а там еще другие розовые цветовые, фиолетовые, белые. Да, собачка пристала там. А что здесь идет сейчас? Нам потом куда, Мария? Туда? Сейчас, давай посмотрим, что здесь идет. Да что вы там, вот эту маленькую, я бы ее просто откусил ей нафиг. Голову и все. Сам маленькая, сам еще тявкает больше всех. Йозеф, Козоржена, Сергей, С. А? Где ты нашла, Ромео и Джульетта? А, вон Ромео и Джульетта. Мими и жена. Мими. Прикольно. Так, идем. Вот, смотри, Маш, тут фантаст... О, тут люди сидят. Что это такое? О! А что такое? Что-то возле колодца, типа, умирает и пить не могут достать. Класс. Вот это нифига себе мемориал. О, как. Офигеть. Классно. И вот так вот театр выглядит красиво. Ребятки, смотрите, Никола, Тесла, 1856-1943. Классно, это обалденный мужик. Вот. Сделал он, знаете, что здесь? И вот он, знаете, мы сделаем. Все. Где мы сейчас пользуемся, электричество. Это, ну, какой-то, какой-то, какой-то... Просто светлый кумов мужик и гений. Кто не задумается, что у нас все электрическое, как работает, а заложил кто в нас? Никола. Молодец. Идем. Да, возможно, когда-нибудь мы дойдем до того, что его работу доведут до конца, и электричество будет передаваться беспроводным путем. Это будет просто прогресс. Тогда электрики нахрен никому не нужны будут, представляете? Ни провода, ничего. Просто Герет работает от беспроводного электричества. Это круто. Идем. О, да, горячий чаек надо. Вот, смотрите, мы нашли кафе, которое открыто. Вон, вон, кафе подают, смотри. На улице внутри. Не, не на улице внутри. Цветочный магазин открылись. Вон, мы в старый город заходим, ребят. У нас тур, большой такой, как бы, современный центр и маленький, старый город. Вот. Будьте здоровы, спасибо. Вон, мы зашли в какую-то чаек. Вараканский. Вараканский чай, апельсиновый, яблочный, персиковый. Сережка черный заказал. Вот такое вот заведение. Круто как. Чай бар, столько алкоголя там. Метакси вижу, Тилгенелс вижу, НС вижу. Вот, а там дофига вообще. Баккарди, Мартини, Моретто, вина, все-таки. Так что сидим, греем ручки горячим чаем. И гриф внутрь, главное. А, обалденно, горячий чаек пошел на пользу. За чаек и кофеек 27. Ну, как бы 20, нет, 107 даем, они на нас посмотрели. И у нее не было сдачи дать, она пошла к шефу, поменяла со словами, кто заходит с утра чай пить с сотней. Обалдеть. Да, она сказала, кто чай пьет с сотней. Я в шоке. Ну, нет, меньше. Идем дальше. Вот. Смотрите, ребятки, православная церковь, все по-русски написано. О, как красиво. Обалдеть. Идем. Вот. Стоял, смотрел, смотрел, смотрите, написано. Православная церковь, цветок, преображение, господня. И стоял, смотрел, смотрел, мужик говорит, проходи. Он мне что-то показал рукой, я говорю, могу? Он говорит, можно, можно. Я пару фотографий сделал, чуть-чуть вот вам заснял. Ну, поставлю на церковь. Идем. Здесь сигнализация какая-то сработала, что-то бомбанули, походу. Идем. Смотрим, что здесь такое. Я же говорю, это магазин, это не машина. О, какая площадь. Ого, вот туда идем. Какая улица, смотрите. Это, наверное, местная, вот эта покровка, типа. Ой, это козережек, штрасса. И сзади трамвай идет, видите? Сейчас задавит, скажет, уйди с дороги. Какая широкая она. Вот какой он едет. А вот впереди площадь огромная, с многими-многими ларьками. Вот туда мы и держим наш путь. О, ребятки, смотрите площадь. Трамваи останавливаются. Много-много-много зданий. Обратите внимание, все здания с окнами, как говорится. Так. О, Райфайзенбанк. Плитка банка. О, смотри, какой трамвайчик. Идем. Смотрите, observation deck. Загреб, 360 градусов, кафе Панорама. Потом, если возможность будет, мы туда залезем, чайку посмотрим. Смотрите, какой казак с шашкой на коне, на таком мощном. Это конь. Видно, что не кобыло. Ларьки, мы придем, как-то сейчас. Они пустые, смотри, открытые. Там вообще ничего нет. Три года. Видишь, полки пустые. Так, окей. Вот. Идем. Гуляем тут. Как некрасиво. Да, можно? Ага. Фонтан. Голуби моются, сидят, смотри. Смотрите, старые, старинные домики, вот, которые еще с тех времен стоят, и вот церковь. Один шпиль на реставрации, а другой сейчас с той стороны. О, подойдем, я могу с ним смотреть. Да. Сколько народу? А, вот, азиаты, туристы. А, все, туристы, понятно. Это их как в салатому сучаствовать. А, вот они, смотри. Я люблю с ними сейчас. Точно. Точно. Вот. Если я сейчас найду хоть одну японку знакомую, я буду долго-долго ржать, которую мы вчера на Плитвицких озерах видели. О, музычка играет. Смотри, дом откроет. О, какая улочка. Ух ты, обалдеть, смотри. Круто. Так, идем туда, на площадь. Я думал, фонтан, выходим, а из-за угла выезжает машина. Маша говорит, обман. О, девушка в хорватском национальном платье. О, хорватский футбольный этот. Угу. Аганшукур и Бодрич. Влажка. Улица Влажка. И женщина с зонтиком. Смотрите, какое классно. Идем. Так, ребятульки, добро пожаловать в старый город Загреба. Герб, ага, загребский. С цветочками. Идем вон туда. Смотрите, сколько здесь музеев, стрелочки. Музей, вот, найди этот музей разбитых отношений. Где? Треть снизу. Музей прикинатихвеза. Да? А, в Брокенрилляционшип. Обалдеть. Вот мы еще туда хотим сходить, если будет возможность. О, Маруся. Нет, а ты вниз, смотри, вход. Пошли вовнутрь. Где? А это другой герб. А это не Ватикана герб? Вот, да, это Ватикан. С ключами, вот, желто-белый, видишь, вон. Это герб Ватикана. Если я не ошибаюсь. Нет? У Ватикана синий, белый, нет? Окей, значит, я ошибаюсь. Так, во как. Мы идем вот сейчас вовнутрь, пойдем. Посмотрим на вот эту вот красоту. Класс. Много-много людей стоят, которые уже сразу на меня смотрят. И, говоря, ну, глазами, типа, вам не нужен гид, чтобы мы вам проводили здесь. Девушку, по крайней мере, видел. Смотрите, как красиво. Обалдеть. Вот. Классно. Ехали вовнутрь. Время 9, ребята. И мы направились вовнутрь. Как классно. Идем. Смотрите, много народу с корзиностями. Куличи и яйца вот заносили, осветить. Так, идем вовнутрь. Смотрите, служба только закончилась. Тут все навеяно святым духом. И, ну, вот этим запахом, таким туманом. И люди просто выходят. Смотрите, все. Как тут. Запах такой. Идем туда. Вовремя мы зашли. Номицы толпа. Зиповцы. Здесь телефонами. Всем понятно, что это католический собор. Реально все с корзинками заходят. И что хотелось сказать. Женщины при выходе. Поклон. Слева направо, как положено. Мужики садятся на одно полево, как рыцари. И крестятся. И выходят все поголовно. Пасха. Сейчас я вам покажу кое-что интересное. Мы с Маруськой идем туда. Смотрите. Три огромных пасхальных яйца. Вот. Как классно. Все в цветочках. Смотрите. Класс. Обалдеть. Так. Он едет автобус 226 на Светицу. 201 едет на Крафтерг какой-то. А 106 идет на Крематорий. В 9.10 и в 9.30. Так что. Мы лучше пешочком пойдем. Своим ходом. Вот. Идем дальше на такую улочку. Смотрите. У-у-у. Пиво квак. Толкинг Хаус. Маруся говорит, он Хоббита написал. Вот песен какой-то. Мими? Как его зовут? Мини? А, вон туда смотри. О, мы там можем не спуститься. Класс. Парк. Идем. У-у-у-у. Улочка с домиками. Идем дальше. Прямо. Бар, бар, бар. Отсюда Дженнифер Лопес. Классно. Квазар. Кафе-бар. О, Туборг. Это пражский бар. А этот, как его зовут? Туборг, блин. Мы же были недавно в Копенгагене, Дания. Украинский сервис и Борг. Ага. Класс. У-у-у-у. Идем. Ребятки, какой кайф. Гуляем, гуляем. Я что-то нашел. Знаете, что это такое? Кто меня поймет? Вот. Смотрите. Это шпонка нафиг. Мы такие называли бронебойные. То, что она еще в изоляции. Простые шпонки мы из алюминиевой проволоки крутили. А это, это медно, это вообще... А, обалдеть. Это срогатки такой. Зазвездить в ляжку. Это синяк такой. У-у-у. Это круто. Реально, я нашел. Они здесь так же угорают, как мы, походу. А, обалдеть. Ладно, ну, нафиг эту шпонку. И вот дом. Это музыканты какие-то. А мы идем дальше. Смотрите, стульчики. Ой, эти столы. И вот. Ага, это рыночная площадь. Это рынок. Здесь всякого бы там фруктов, овощей. Все, что продавать. Да. Солнечка. Ой, какой кайф. Идем. Еще одна параллельная улица. Мы вот с той стороны шли. Туда. Оттуда. А сейчас идем обратно. Тоже улица кафешек. Смотрите, сейчас они начинают все открываться. Обалдеете. Солнечные часы. Памятник. Мадам какой-то. Кто это? Что это за девушка? О, это Мэри Поппин с Машей. Она с зонтиком. Да? Я не думаю. У нас старая какая-то. Фракенбол. Кто это? Фракенбол. Фракенбол и шапокляк, что ли? Нет, это кто. А, с Карлсом. Точно. Телефон, телефон. Ванна, кто развонил. Так, фоткаемся с ней и идем. Полесенький. Наверх. Вот. Тут кошки песятся. Три штуки сидят. Одна смотрит, а две прыгают, бегают что-то. Вот так. Идем. Так, мы находимся с вами в Горном Граде. Там знак стал. Горный Град. Мы поднялись наверх. Весь город снизу, как бы. И вот. Что же, идем вниз, а? Народный дом Фольксхаус. Идем вниз. Вон греческое посольство. Спереди. Ехали. Ой-ой-ой. Это что такое? Вот. Какая красивая. Фоткаем. Идем дальше. Что же это у нас такое? Вот. Что это за машина? Не вижу. Что где там? Обалдеть. Что это такое? Это Хонда, Марусь? Да ладно. Обалдеть. Я не видел ни разу такую Хонду. Круто. Зачет лапочка. Точно. Я вчера ее видел на картинках. Обалдеть. Смотрите как. Как красиво. Ух ты. Класс. Такая площадь. Фотографируемся. Идем дальше. Так. Ну идем смотреть на эту прелесть. Изнутри. Везде хорватские знаки. О. Хорватский собор. Здание. О. Смотри какое старинное. Здание. Пил от кофе. Над входом. Ну вот. Красиво. О. Будка. Там охрана стоит. Смотри мужик пошел в будку фоткаться. Классно. Идем во внутрь. Смотри. Музыка играет. Маша. Смотри. Смотри. Поехали. Субтитры делал DimaTorzok 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 Птички еще поют Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Психанули и разошлись Одна из теорий Идем ищем Субтитры делал DimaTorzok 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 так что нашли или что там не поверите топоры музей разбитых отношений унитазный бачок был нарисован батареи до ключика добраться отрубить себе руку тогда уже и ключ не понадобится так что идем дальше видите фуникулер вот вагонетка такая вот она везет 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 и вот сюда это два метра кому-то лень пройти и кто-то ездит а может для инвалидов морозь но нет вон два чувака сидят вот вот женщина и мужик и еще одна женщина реально они мы спускаемся вниз они еще сидят то есть пешком пройти быстрее чем поехать и они едут а ну да пожалуй окей едем по ресторану по петушок нарисован так ищем завтрак завтракаем идем к машине и едем из Загреба в сторону Любляной Словения у у Лука Модрич, хорватский игрок, играет за Реал Мадрид, если я не ошибаюсь, а чуть мало народу хотят на паровой спикетаться, город смотреть. Так, идем. Сколько собак, волки. Прям такие пушистые, ух. Так, мы идем к машине через местный ресторан, вот опять проходим собор. Идем, ищем. Смотрите, пёсик сам себя выгуливает, несет поводок. Круто. Такое здание, что там написано? Свеченички. Дом какой-то. Свеченички дом. Вот тебе пёсик умный. Вон много кафе может спереди. Смотри, как классно, он прям рядом идет, поводок несет. Круто. О, какая еще улочка. Идем прямо. Так, ребятки, что-то нас давно не было. Мы идем уже минут 20, вот оттуда с центра. О, Макдональдс, мы же проходили сегодня с утра. Вот здесь мы живем. О, мы тут живем. Кушать мы так завтрак не нашли, в какой кафе не ссувались. Нам говорят, ребятки, мы не едим с утра. Кофеё хочешь? Мы говорим, нет. И... Здорово, что моя любимая. Угу. Так что мы идем. Если вот сейчас на этой площади ничего не будет, садимся в машинку и едем дальше. Так, ну что, ребятки, мы подходим к машине, садимся и выезжаем из Загреба. И не о многих городах я могу так отозваться, но Загреб, вот такой город, отвечаю. С удовольствием бы приехал еще сюда летом потусить с друзьями, или даже, может, без друзей. Друзьями было бы веселее. Нет, открытое там что-то подобное. Давай сейчас здесь можно пожрать, хотим нигде. Они не завтракают. Так, вот. Сейчас спрашиваем, если есть, завтракаем. Если нет, садимся в машину и выезжаем. Кстати, покуриваем бонт. Видите? Прикольно. Наверное, в Чехии такие покупал, а потом перестал чешский покурить. Ну и бонт пропал тоже. НЛМ подсел с тех, кто курил. Вот тут 10 пачек бонт взял. Сергей. Нет, завтрака тоже здесь нет. Вон, я вижу отсюда пассат стоит. Сейчас мы его забираем. Баруська выходит с туалета и едем. Блин, как жарко. Сегодня здесь 17-19 градусов. Голубой, ни единого облачка. Солнце во всю Ивановку. Такая жара уже стала. Фу, надеюсь, в Любляне будет так же. Интернет показал, что здесь будет как бы переменная облачность. Но, как видите, ее нет. И в Любляне тоже была переменная облачность, тоже 16-19 градусов. Так что, едем. По пути у нас будет Медведьград, город. Там крепость. Вот хотим проехать, посмотреть, что она себя представляет. И прямиком потом в Любляну. После Любляны я вам так курс и распорядок дня рассказываю. У нас озеро Блед. Тоже в Словении. И, собственно говоря, там мы ночуем. Смотрите, сравниваем. Вот розовый дом, где мы сегодня жили. Смотрите, какой посад чистенький стоит. Тоже ксеноновый. Тоже фельги, как у меня. Чистенький. Ну, не совсем чистенький, но относительно. Сейчас я вам покажу мою лапочку. Вот она. Это после вчерашних боснийских дорог и хорватского бездорожья. Смотрите. Это жесть, Маруся. Ключи у тебя открывать. Смотрите, это передние колеса. Это жесть. Просто вообще фельги. Ёшкин кот. Ага. А, обалдеть. Ну, всё, покидаем этот город. Ребятки, мы где-то прям в районе вилл. И, судя по домам, они не бедные такие домики здесь. Здесь, я думаю, богатые хорваты живут. А вот слева от нас огромное гигантское кладбище, судя по навику. Мы проезжали, видели пару плит и... Ну, просто большое. Так. А мы едем сейчас... Я уже вижу спереди горы и вижу эту телебашню, куда нам, собственно говоря, надо. Смотрите, Магнолия. Во, какие домики. Везде Магнолия растёт. Та-рам-там-там. Рим. Было написано. Едем? Вон, ребятки, спереди перед нами горы. И вон прямо башня её навряд ли будет видно на камеру, но я её вижу. Туда едем. Сейчас у нас такой жестокий серпантин ещё начнётся, между прочим. У меня пиццерия тоже закрыта, Марусь. Поехали. И верш... Чак. Чак. Норюсь. Вон, прямо туда едем. Снега там нет. Ага. Носки гибит на тысяча тридцать метров. Так, ребятки, вот мы выезжаем за черту Загреба. Смотрите, тут там такие виллы были. Тут тоже домики. Всё прелесть. А, окей, уговорила. Мы сегодня по Загребу уже с утречка с Марусей. Вот в семь вышли. Сейчас время пол одиннадцатого. Ну, когда мы сели в машину было пол одиннадцатого. Мы нагуляли за эти три с половиной часа десятьки с половиной километров. Вот. Норму выполняем. Всё. Покинули город. Сейчас просто начнётся жёсткий серпантин. По ходу дела я буду снимать. Просто Навик уже мне показал, что меня ожидает. Вот. Сейчас вот там вылазить на углу. Когда я его увижу, весь я вам покажу. Вот они здесь машины, смотрите, ставят и вандровать идут. Вот дорожка. Можно прям туда в парк идти пешком. Но это тринадцать километров. Ни хрена себе. Можно на фаникулёре заехать. Можно пешком прогуляться. И можно на машине ехать. Вот он серпантин, который меня ожидает. Обалдеть, я тащусь. Я люблю такие дороги. Так, я вам поснимаю чуть-чуть серпантинчика. Вот как он идёт. Обалдеть. Смотрите, голубое небо. Как красиво. Водопады. Водопады. Водопады уже насмотрели сейчас. Да. Водопадов мы точно насмотрели. Птички чуть под капот. Водопады. 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 потихонечку тут 20 30 поворот заходим не дизелим особо наслаждаемся ездой я не хочу чтобы доски по всему багажнику летали и так уже боковую сторону доской поцарапал канты сиденья когда сиденье лежит видно все эти царапины а когда закрыто нет конечно так что вон дорога снизу ехали наверх пошел мужик в лес палочками уже на такой высоте находимся просто обалдеть ребятки высота 833 метра вон от загреб снизу вон какой красавчик едем дальше так вот машинка стоит вот она теле башня смотрите мы на самом верху и мы на высоте 1032 метров над уровнем моря вот кучика снега я вижу 9 градусов при том что в загребе когда мы выезжали было всего лишь 13 и здесь не работает да отец я слышу работает давай посмотрим что не дает ну да это же школа скияния дело в пасхе ребят они у них тоже нет смотрите башня высотой 169 метров вот это вот обалдеть телевизионная башня 1976 сейчас посмотрим может и поднимемся вон вон ресторан ваш может там есть поесть я в шоке фу единственное что могут нам сделать это или холодный суд дать или сделать два огромных вареника судя по карте это похоже на два вареника посмотрим что это такое фу ребят не удивительно что у меня на телефоне лте и связь все полоски все 4 из 4 обалдеть вот ребятки это два творных штруделя со сметанкой ну ничего на перекусить хватит это было вкусно раз два красная синяя и зелененькая у них три трассы реально три трассы не знаю идем туда смотреть вон Маш туда надо а вообще загреб то сзади нас пошли загреб то сзади вообще в той стороне а что все туда идут окей ждем покажу а вот фаникулер только он размотанный смотри это старый был ну какая долина долина чудная долина так хорватский край идем смотреть на другую сторону знакомый бульдозер кто на лыжах катается смотрите мы идем по снегу вон сидушки вот они обалдеть смотри тут снег прям есть Маша я сейчас пойду за доской и здесь буду кататься обалдеть вот якоря тут снег вот сколько стоит ну да понятно что закрыто обалдеть обалдеть прикольно сейчас я пошел здесь посмотрю что здесь есть подъем 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 теперь пугати по снегу еще один бульдозер идем реально гуляем тут по снегу класс подъем смотри какая маленькая собачка куть 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 это как бени у лысого сольгой ага такой маленький обалдеть идем дальше вот вот и сам склон ребят только он закрыт уху кайф кайфилыч обалдеть классно бульдозеры пушка снег которая делает круто бульдозер он допускать кости облук чтоб колли ум тут пuj я попасть смотрите не, ну что это такое что здесь творится посмотрите как он блестит посмотрите как он блестит он за мной по пятам ездит что ли И моя стоит. Они одинаковые, абсолютно одинаковые. Блин, тоже 2 литра дизель, блюмуш. Только какой он чей. Маша, это тот же. По следам видно сзади. Если я не ошибаюсь, я потом посмотрю по видео. Я просто снимал такой же пассат с загребскими номерами. Вот моя лапочка, смотрите, какая она. Обалдеть. Разница есть, да? Да, круто. Маруська звонит маме, мы сейчас едем. Едем мы с вами в Любляну. Так, ребятки, теперь такой же путь. Полчаса вниз до Загреба, потом через город. И в Словению, в Любляну. Езды в общей сложности. 1 час 52, 149 километров. Так что, ехали в Словению. Обалдеть, смотрите, вон он Загреб. Мы чуть спустились. Где башня? Вон там вот башня. Вот мы чуть-чуть буквально на метров 20-30 спустились. Смотрите, какая красота. Облачка появились, но вот он красивый Загреб. О, ветерок небольшой. А как свежо, какой воздух, а? Обалдеть. Красиво. Обалдеть, Кипиш. Мы проезжаем просто мимо церкви, все такие наряженные, с пасочками, с этими... с ведерками. Вот они, видите, все красивые, молодые, пожилые. Все. Вот вам и... Как они отмечают Пасху? Наши не ходят в церковь. Еду, по крайней мере, никто не несут, немцы. Так. А мы снова в черте Загреба. Полтора часа. 140 километров до Любляны. Будет прямой автобан. Вот. И со скоростью 130 с ветерком долетим. Так вот, ребятки. Мы выехали на трехполосочку. И... Двигаемся в сторону автобана. Вот. Ю-ху. Едем на... Туда. Вон, 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 вон. Ищу мойку по пути, машину помыть. Нашел. Сережка молодец. Сережка чемпион. Машина как у свиньи. Я ее хоть в такой мойке, но я ее сейчас... А-а-а. Тут копейки? Сейчас посмотрим, можно будет помыть или нет. Маруська пока бегала тут на заправку. Вот, вроде машина была с ней. Более или менее... Да, нихрена нечистенький. Два жетона потратил этих десять их денег. Ну, один жетон... Я только первое колесо помыл, оно выключилось. Все. И думал, ладно. Быстро пробежался. Скоро оболоснул. Ну, лучше, чем была. Да, так что едем. Так, ребятки, мы покидаем Хорватию и въезжаем в Аэросоюз. Юху. Вот стоит знак ЕУ. Республика Словения. Обалденчик. Едем. Ну, благополучно мы въехали в Словению. Только Маруся не поставили печать, что выехала из Хорватии. Почему кто там прикол? В принципе, хорватской границы не было. Все. Макрище. Макрище, да, точно. Так, ну, едем мы уже в Словении. Пофиг, это же Ци Европа. Все, Евросоюз. Ура, мы дома. О, ребят, танк. Ууу, обалдеть. А, что хотелось вам сказать. Смотрите. Туннель. И у него нет посередине стенки. И он такой огромный, как арка сделана. Ууу. Прикольно. Мы уже в таком ехали, только он чуть длиннее был. Реально длинный был. И вот так вот без перегородки выглядит красиво. Как мост такой просто. Обалдеть. Ну. Что хотел еще сказать. Да, нам 40 километров, 28 минут езды. Мы еще посмотрели население любляны. Да, мы просто охренели оба. Вы не поверите. 270 тысяч населения. Я просто в шоке. Или 250? 272 тысячи. Это чуть, я не знаю, чуть больше Фрайбурга. А по площади такой же, как Фрайбург. Я думал, там будет мегаполис. Ну, блин, в Загребе 700 тысяч, окей. Но, блин, хотя бы я думал полмиллиона, миллион. Где-то так, любляно. Нет. Так что, едем туда. Смотрим, что это за деревня. По немецким меркам. Так что, вот, ехали. Делиней трамвай. Ребятки, смотрите, какая природа. Обалдеет. Словения. Нам осталось 11 километров 12 минут до славянской деревни. Я теперь так буду называть этот город. Ну, он реально маленький. Просто вообще. Это равносильно, что я по Фрайбургу буду гулять, что я полюбляне. Так, леса, горы, качественный автобан. Постоянно 130. Прелесть. Не было у нас сегодня незапланированных маршрутов по бездорожью, по минным полям и по чему-нибудь еще. Так что, вот, едем в город. Сейчас паркуем машинку и жрать. Морибор. Что-то знакомый Морибор. Мы там не были. Но название знакомое какое-то, Морибор. Где-то я его уже видел. Так, ну все, едем. Так, ребятки, въехали. Вот как-то так пока выглядит. Вот. Едем. Меня обогнать хотят или как, я не понимаю. Нет, он поворачивает налево. Я думаю, он просто в нагую. Едем в центр. Так, я вас рад приветствовать в Любляне. Смотрите. Вот у нас такой собор. Гудонова набережная. Куда перейдем? Туда, по этой улице с рынком. Смотри, какая вода зеленая. О, как круто. Вот вам и Гудонова набережная. Как? Любляница. Офигеть. Любляница в Любляне. Круто. Вот, смотри, какая лавочка. Я бы вот тут, если бы я жил здесь, мне было бы лет 17, я бы здесь пиво сидел, пил по вечерам. Здесь бы тусили сидели. Круто. Ждем светофор, переходим. Сейчас я вам, ребятки, расскажу небольшую предысторию про религиозное отношение к республике Словения. Ну, как он орет, прям как славянин, нафиг. 57% жителей страны католики. На втором месте идут атеисты. Здесь. А, нет, здесь. На втором месте 10% идут атеисты. На третьем месте 2,4% идут мусульмане. И только на четвертом месте 2,3% идут православные люди. А буддисты у них, по-моему, 1%. Иудеев, по-моему, 0, сколько-то процентов. Так что вот, идем, прогуляемся. Вот такой улочке, это типа флемарк. А? Это флемарк, ага. Вот, идем дальше. Сладкарница и мармеладница. Я в шоке. Вот замок сверху, мы туда пойдем. Смотрите, вот такая площадь, фонтан. Температура у нас 13 градусов, поэтому ищем кафе, где вообще есть что-нибудь поесть, не желательно внутренне. Вот. Ну, запах такой гриленный. А вон едят люди, по-любому где-то что-то едят. Вот. Ну давай садимся, я жрать хочу, не просто есть. Голодный. Так. Вот смотрим, вот такая вот любляна у нас. Пока. Идем. Вот такой вид, ребят, и на речку. Вон кораблик будет катать тут по каналам ивы плакучие. Классно. И идем туда. Так вот, ребятулечки, мы вышли вот на такую вот площадь. Смотрите, какая она. И я вам сейчас покажу, как это называется. Дворовый торг. Дворный торг, точно. Вот дворовая площадь. Ну вот она и есть. А вот у нас, блин, солнце среднее. О, о. Алло, 70, что-то такое. Полево написано. О, смотри, фонтан. Прикольно. Идем. Смеряем вот по такой огромной-огромной-огромной площади. Смотрим, что здесь есть. Кстати, славяночки даже очень ничего нет. Просто красивые. Симпатичные на мордочку и фигурские такие все. Прям... Все выражено так, как этот говорит. И кого в уровне, Ося? Так. Сейчас фоткаемся здесь. И ехали. Седофор дятел. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Что это? Что интересный торг. О, тут крупные какие-то здания офисные. Куда мы идем? Прямо вон туда идем. Это офигенное мяско какое-то. Они издевают что-то? А откуда ни одного бара в поле? Вот. Ну не может оттуда так везти. А здесь эти магазины, интершпорт или что-то. Позор авто. Точно. Чего? Младинская книга. Ну вот, ну тут никто не ест. А запах-то откуда? Кто-то там готовил так вкусно из окна. Реально вот под жарочкой. Где? Петховного. Петховного улица. Вот. Цона 30. О, Япония, Россия, русский флаг. Охрен русский, это славянский. Там еще герб. Вот улица посольства. Куда мы идем? По... Шубичево. Улица Шубичево. О, а это что такое, смотри. Улица Шубичево. Я из него скинули пикеты. Окей. Улица Шубичево. Автобусы люди ждут. Еще такая площадь. Там японский флаг, британский флаг. Ага-ага-ага. Я вот говорю, что это такое. Смотрим, что это такое. Что, правда, что ли? Смотрите, Национальная ассамблея, парламент. Офигеть, они тут парламент. Уже полцентра обошли, ребят, находясь 15 минут. Любами. Честное слово. Да-да. О, полиция едет. Навстречу. Вот, еще, смотри, какое здание большое. Сейчас выйдем, покажем. Я не знаю, что это такое, но вот тут ботинок стоит. Это прикольно. Кто-то так быстро бежал уже. Это золушка, Марусь, была. Смотришь, это была славянская золушка. И он туда вот таких за ней принц гнал, сосланелся. Какой-то на-на-на-на-на-фиг ботинок кинуло. Да. Что это? Народ? О, смотри, тротуар народных героев. О, нет, там ТРГ, а, ТОР, ТОР, это площадь. Точно. Оперноклет. Ага. Чеховый рыбный ресторан. Кстати, немецкие. Мы сейчас прошли, посмотрели, что вообще продают. Театр? Театр, это хорошо. Ну да, вот написано Опербалет. Классно. Идем. Вот смотрите, народная галерея и церковь. Церковь явно не католическая. Или? Мне кажется, что она не евангелическая. Да, какой-то дом, но я вижу, вижу, объедет не трамвай. Так. Все как-то у них, я не знаю. Что-то меня не поражает вообще ничем абсолютно пока. Идем дальше. И тут Маша выдала коронную фразу. Чего-то не радостно. Но я ее поддержал. Говорит, да вообще. Идем в развалы, чтобы смотреть не таким легким шагом от Маруся Пигалит. Вообще просто. Я не знаю, ну город, город вообще он меня ничем не трогает. У нас Фрайбург красивее. В сто раз красивее. А? Обалдеть. Обалдеть. Ну а мне, кстати, братан тут рассказывал. Смотрел мои видео и говорит, поменяй коронное свое слово. Обалдеть, говорит, у тебя на каждом углу. Я говорю, ничего ты не понимаешь. Это московский диалект, это московские чики. Так говорят, обалдеть. Вот. Вот идет, смотрите. Это, это улет, ребята. Это не просто обалдеть, это отпад. Как она одета. Только в возрасте ей уже под сорок лет. Лет так тридцать пять. О, мы вышли на автобусную улицу. Тут остановки всякие. Вот и автобус. Идем дальше. Так, ребятки, вот какая-то вещь поразила нас. Это, кстати, Димаш с восторгом начал кричать. О, какой дом, пошли к этому дому. Идем к этому дому. Сейчас я вам его покажу. Сейчас отойду в сторонку. И показываю. Смотрите, какой он розовый, весь расписной. Вот. Идем. К нему. Кстати, ребятки, вот она. Нотариальная контора. Нотариат. Да, не забабахали. А мы идем, куда мы идем? Знаете, куда? В центр. Вот там. Вот главная улица. Вдоль речки обратно. Вот собор. И вон там много-много-много всяких туристических ресторанчиков. С европейскими ценами. Ну, хоть с какой-то едой. Так что ищем что-нибудь, что мы хотим кушать. Садимся и едим. Это откуда столько народу? Вон та улица просто там невозможно пройти. И вся людьми просто я отсюда толпы голов вижу. Вот он, где весь народ собрался. Вот церковь. Так. Идем, смотрим. Что они тут... Что они здесь делают? Столкновение людей. Так, а вот церквушечка. Авекратия плена. Идем дальше. Смотрите, ребят, как прикольно. Там мост, здесь мост и там мост. Тройной мост. Классно? Сейчас смотрим. Вот, смотрите, как прикольно. Ого. Ну да. Реально. Реально. Та-дам, та-дам, та-дам. Сейчас мы вон оттуда столкик забабахаем. С мостиком. И пойдем вот походу в ту улицу, где много-много народов. Вот такая церковь. Вот. И проходим через арку. Опять на одну из главных улиц. Смотрите, какая дверь массивная. Ну заходи, заходи, заходи. Успеем, заходи. Я хочу посмотреть. Есть церковь. Вот такая вот светлая, красивая церковь. Два. Два. Круто. Классно. Обалдеть. Я в шоке. Круто как. Смотрите, здесь органы. Вот два маленьких. Смотри. Классно. Кажется, идем дальше. Вот такой обелиск. Еще церковь проходим. А, вот не вернулись. Красиво. Козлик играет на гитаре. А, мы идем. Песик. Идем дальше. Вот, нашли улицу кафе. Теперь ищем, что Сережка ест. А, если нет, переходим на ту сторону, узнаем, где мы едим. Ну, в принципе, поход на влюбля не закончился, как бы. Вот. Остаюсь при самом мнении, не очень. Реально, не очень. Идем кушать. Да, ребятушки, а мы, наших итальянцев, вот смотрите, сидим в таком милом местечке, ждем нашу еду. Ой, спасибо итальянским поварам. Буду я здоров. Так что, вот, идем по вот такой вот улочке, в сторону машины, садимся и едем на озеро Блетт. Вот. Ну, все, ребятки, последние метры, вон там, за мостом стоит наша машина. Берем ее, вот эту площадь мы проходили изначально. Берем машинку и едем. Едем, ребятульки. 40 минут 60 километров прямая дорога по Бану. 17 градусов, ребятки, за бортом. Обалдеть, на улице жара такая. Просто я в шоке. Едем. Ребята, мы подъезжаем. 20 минут 23 километра. Ух, я хотел вам показать вид справа, но тут деревья за деревьями идут. Просто у нас, во-первых, вон, ведь прямо, навряд ли будет видно, но вот это-то, вот это должно быть видно. Альпы. Словенские. Да, блин. Угор. О, боже мой. Да ладно, ну вон они, все, все в горах. Вот, вот кусочек будет видно. Ю-ху. Да, много увидели. Ну, они прямо есть, вон они все в белых шапочках. Ю-ху. Да они, блин, что издеваются? Тут реально поля были. Вот, все ниже и ниже. Так, ну ладно. Вот они. Белые горы. Все, вот теперь будет отлично видно. Кукайте. Там прям вот я вижу облака на горах. Прям горы, верхушку облаков врезались. И там где-то сверху солнышко. Круто. Едем. Приехали, ребятки, в город Блет. Вон замок на горе. Вон как. Едем туда. Так, ну рад приветствовать вас в городе Блет. Здесь есть Блетский замок. И Блетское озеро есть. И я не матерюсь. Сейчас я вам все покажу, объясню. Вон он, я его вижу. Он такой красивый. Прямо на скале. И около озера. И здесь мы сегодня ночью и жить будем. В этом городе. Вот. Идем. Сейчас все сами увидите. Вниз надо. Вот, вот, вот ступенек. Нормальных нет. Вот есть такие дороги. Идем в лес цветочки. Фиолетовые, желтенькие. Мы их уже проходили. С вами. Прошлая серия. А? Я уже показывал вчера на Плитвицких озерах. Фотографировал. Или сегодня это было. Вчера, да? Да, вчера. О, тут куки-куки можно делать. Смотрите, вон он замок. Вот озеро. И замок. А, тут лодочки битуют. А я права не взял свои. Сейчас можно было лодку взять и покататься. Полей. Может, половине можно здесь без права. Короче, жизнь будет. Смотрите, сколько народу. Сейчас выйдем к озеру. Мельнемся снова. Смотрите, ребятки, вон он. Это остров спереди. Это вон замок Блет. Вон тот? Нет, замок Блет. Вот он, да. А это просто не знаю, что это такое, но там картинка крутит. Вода чистенькая, славянская. И, смотрите, вот сердечко. И люди фотографируются сердечком. И вот этот остров с замком в сердечке вообще. Ну. Стоять не надо. Вон народ туда идет пешком. На замок. Так. Ну что? Красиво? Горы? Как будто там свистнуло. Рыбки, рыбульки я ни одно не вижу пока. О, The Ducks on the Fly. Три штуки. И идем. Люди, тут место без сердечка тоже нормально фотографируется. Три штуки, я не знаю, но это, я знаю, но картонный. Три штуки не красиво. Так, идем. Не, ну как красиво. Я что-то заболел. У меня сопли, типа, горло опухло у меня уже на второй день. А сейчас с утра проснулся вообще так, не могу ничего делать. А? А пойдем, все по траве идут. А, ну, я забыл. Блин, я забыл переобнуться. На что будут похожи мои туфли. Ну да ладно, идем. А здесь жизнь прям бурлит. Все сидят, пьют, едят. Вообще вот такой палас. Вон замок сверху. И вот шпиль пляс для детей. Все, что хочешь. Вот, иди в будку залазь, это не туалет. Сейчас будем по-русски фоткать. Ну вот, ребятки, хотели мы снять лодку с веслами. Они их уже сушат. Написано с 11 до 5. Вот так вот. А сейчас у нас время. Я что-то не смотрел, забыл или 10, или половина шестого. Половина шестого. Вот город. Озеро. Вот этот вот замок посередине озера, который мы видели. Вот здесь вот сам этот большой замок. Вот тут мы где-то машину кинули. Вот здесь лыжный курорт, фаникулер наверх везет. Все здесь есть. Малазака. Вишча. Так что, мы здесь по полете ждем и идем дальше. Вон он, замок сверху. Смотрите, какой прикольный. Класс. Идем туда. Кстати, вот тоже до 6, так что во внутрь мы не пойдем. Полчаса мы не стоим за полчаса даже наверх дойти. Чего? 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 За полчаса не успеем наверх дойти это раз. Завтра с утра мы тоже не сможем пойти наверх. Потому что мы как бы думали в 6 утра встанем и прогуляемся здесь. А как выяснилось, мы сейчас приехали засветло. И на любля, но меньше времени ушло, потому что деревня деревней. Сюда мы рассчитывали полтора часа, оказывается, 40 минут ехать. Плюс получилось так, что мы на 10 минут раньше приехали. Прошли наверх. А надо пить и работать в ладоке. И что еще я вам хотел рассказать. Да, завтра с утра. По городу мы гулять не будем, потому что мы вот сейчас гуляем. А в замок идти он с 8. А мы как бы завтра хотим ехать в Австрию. Собственно говоря, нам час ездить отсюда до курорта, где мы будем кататься на досках. Так что мы здесь лучше поспим, так как вы сегодня увидели городок. И завтра тогда сядем в машинку и едем окатывать австрийские курорты. А пока идем дальше. Вот здесь вот, кстати, летом купальня. Все эти дела там нарисованы были. Зонтики, лежаки и все такое. А сейчас ставят знаки купи-купи запрещено. Вот, идем. О, смотрите, лошадка. На лошадке можно ехать наверх. О, какой он прикольный. Язык вытащил и зубы торчит. Ага, идем. Мужик шел, такой грустный шел. И подходит ко мне. Ну, я телефон достаю и посмотреть, что-то хотел. Потом убираю в карманы, как раз поднимаю глаза и смотрю на людей, которые проходят. И получилось так, что посмотрел на мужика в этот момент, он на меня смотрит. Перенаправил свой маршрут. Подходит ко мне и таким жалобным голосом. Небогато одет. Да, вот как... А? Небогато одет, как все остальные здесь, которые гуляют такие туристические. Сразу видно, что... Ну, не то, что богатые, а в другом одеты. И подходит таким жалобным голосом что-то про, что там, типа, пожалуйста, что-то туда-сюда. Я думаю, началось. А потом в конце он выдает гениальную фразу сигарету. Я... А, ну мужик, ты чё? Держи. Не мое здоровье. Не жалко. Вот. Угостил мужика сигаретов. Меня поблагодарил. Пошел дальше. Короче, прогулялись мы туда. Почти до острова дошли. Ну, так вот. Параллельно, так скажем. Почти до острова. И идем обратно. Народ здесь так же все тусит. Все пьют там в городе. Все едят. Короче, офигенный большой. Курорфный городок. А мы... Вот 5 километров от него. Тоже как-то называется город Блед. Но... Вот Блед заканчивается, начинается другая деревня. Все относится к этому Бледскому региону. Так что... Вот. Идем... Там Ледовый дворец был. Там чувак с клюшкой хоккейной приехал с сумкой. Вот. А зайдем туда. Там туристико-информатику. Вот. Спросим у них, что там есть. Информатика. Я говорю, информация. Спросим, может у них шпа есть какой-нибудь. Я не знаю, там бассейн, сауна. Что-нибудь такое. Вот. Отдохнуть вечерком. А потом поедем. Дурак ты лебедь. Нафиг ты водоросли живешь. Вон хлеб плавает. Ты там накидали его. Иди вон туда. Взял, все водоросли съел. Он траву еще точит. Ну да. Ну да. Смотри, он всю траву съедает. Вон там еще трава плавает. О, да. Грызи. Все, ладно. Пошли дальше. Так, а тут уже солнышко ниже и ниже идет. Скоро будет закат. Будет, наверное, очень красиво. Вот. Мы уже почти подошли к машине. Как-то так. Вот, ребятки, вид с другой стороны озера. Вон, мы вон туда аж дошли до конца. Сейчас вернулись и сюда пришли. Вот он, замок сверху. Вообще, вот он, блед замок. Знаменитый такой. А вот крепость. Мне он там больше нравится. У нас лавинский флаг разбивается, все дела. Тут вообще церковь какая-то. Так, уточки плавают. А мы идем спрашивать в отель, где у них здесь спа есть. Вот этот чувак. Смотри, смотри, какой он красавец. Вот на Митсубиси. Грязный весь. Он в Боснии был. Он ездил по боснийским дорогам. Так, вот в отель-парк. Спрашиваем, спа есть? По-любому есть. Я уже загуглил, я знаю. Просто, пусть отли нас туда или нет. Мы как резиденты не этого отеля. Так что, а сейчас мы льдуемся, как все узнаем. Так, ребятки. Мы снова в машине. Что у нас там с отелем? Одна сауна, один бассейн. Где-то был на отеле 6 ойра. Вроде, ну, в смысле, это реально не деньги. Но это отельская сауна. Нам можно было бы туда зайти, но все равно не то. Потом нашли другой отель. Там уже 4 сауны и бассейн. Все такое, но 25 ойра за человека, это уже дорого. За 2 часа каких-то, которые мы будем купаться там максимум. Так что, давай, выезжай. Ну, ничего, ничего. И так что мы решили, едем в наш отель. Вот нам еще 3,80 километров. 5 минут. Вот мы в Дуль озеро едем. Вон замок, смотрите, как круто. И едем, посмотрим, что у нас. Может, у нас в деревне что есть. Так что, вот, едем. О, ребятки, не успел далеко отъехать, опять камеру включил. Ну, во-первых, вдоль озера красиво очень, да? Смотрите, какая арка просто в скале выбита так. Бабам! Класс! О, мне по крыше капелька упала. Тут только вот так было. Да, действительно, красивое озеро. Я посмотрел фотографии, как оно ночью светится, вот это вот весь город. С этой стороны особенно. Ну, если отсюда смотреть на ту сторону, где мы еще были. Все в огнях. Этот остров тоже весь светится. Все так красиво. И летом фотографии особенно. И закаты, восходы, вообще днем. Просто прелесть. Так что, блядь Словения красиво очень. Едем. Там прям целый дом у нее у тетеньки. У нее семья приехала вся. И они там отмечают. Ну, типа такого дом. Вот там у нее парфеляется огромный. И отдельный такой сарайчик. Заходишь оттуда, агменты она называется. Вот так вот с вами живем. У нас китчин есть. У нас кроватка, кресло, качалка. Телевизор, кругик. Душ обалденный. Все отлично. А вот я сейчас покажу вот так вот. Горы выглядят. Видите? Согласен. Так что. Фу. Что, мы приехали сюда, оказывается, ну, в смысле, оказывается. Мы приехали сюда вообще почти 40 минут назад, час назад, что-то такое. Взяли полотенце, закрутили вещи и поехали в соседнюю деревню в СПА. А там оказалось, ну, 3 часа 21 умера не так критично, как бы. Бассейн, там, целый джакузи, там, все подряд. Но она нам сказала вам сразу, скажет, там, сидеть не где-то, люди стоят. Мы говорим окей. Заяхали на заправку. Я купил два пивасика, мороз, купил и кипир с водичкой. И решили приехать. Сегодня выходит новый КВН. Время у нас к 8 ближе. Завтра с утра ехать в Австрию. Мы всем планируем выехать. Так что посмотрим КВН. Отдохнем немножко. И все. И тогда я с вами на сегодня попрощаюсь. Сегодня отдохну. Не, я не буду, спасибо. Отдохну тогда с Маруськой. И все. Мне что, брат, тут посоветовал говорить, что у тебя так это? Мало лайков, говорит, вообще нифига нет. Ну что, ребятки, буду вас просить, как Стас Давыдов. Спасибо, что смотрели мое видео. Подписывайтесь, ставьте лайки. Вам не сложно, мне приятно. Все, ребятки, целую вас в кузико на сегодня. И до завтра.